В то время, когда весь мир замер в ожидании Samsung Galaxy A52, A72 и M62, я предлагаю немного забыть об этом и поговорить о компании OnePlus. Ведь среди вас есть те, кому нравится эта компания. Да и к тому же, 23 марта состоится презентация, где покажут OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, какую-то бюджетную версию и OnePlus Watch. И именно поэтому я предлагаю обновить информацию. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас обязательно досмотреть этот ролик до конца. Мы расскажем много интересного. А также переходите на сайт QQ.RU, чтобы подобрать свой смартфон по привлекательной цене. Вы на канале QQ.RU, меня зовут Борис. А также участвуйте в нашем ежемесячном розыгрыше смартфона и других призов. Условия, как всегда, максимально простые. Подписаться на наш канал, написать комментарий и открыть свои подписки, чтобы мы смогли проверить. И обязательно ставьте лайк, он повышает ваши шансы на победу. Ну что же, давайте начинать. А начнем мы с самого интересного, то есть с камеры. Ведь она будет от компании Hasselblad. Предыдущая новинка станет одним из немногих смартфонов в мире с оптикой Hasselblad. Ранее шведская компания сотрудничала с Motorola и Vertu. Разрешение датчиков изображения пока что не уточняется, но известно, что один из них будет соединен с ультраширокой оптикой. OnePlus также обещает, что камера будет революционной для смартфонов. И она превзойдет предшественников по качеству в несколько раз. Но и ложка дегтя в этом тоже есть. Оптику Hasselblad получит только Pro-версия. Дисплей Pro-версия получит Quad HD+, частотой развертки 120 Гц. Базовая версия получит Full HD+, и также 120 Гц. Дисплей, скорее всего, будет выполняться по технологии LTPO. По оценкам, это чуть ли не самый лучший дисплей в мире для смартфона. А вот версию Lite удается держать в тайне, и информации почти нет. По начинке без изменений, базовая и Pro-версия получат 888 дракона с оперативкой 8 или 12 ГБ, а также 128 либо 256 внутреннего накопителя. Lite-версия, возможно, получит прошлогодний флагманский чип 865 Snapdragon. Аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт и быстрой беспроводной зарядки на 45 Вт. Из коробки Android 11 в оболочке Oxygen OS 11 IP68 мы, скорее всего, увидим только в Pro-версии. Ну и самое главное, из коробки не пропадет ни кабель, ни блок питания. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Вы на канале Q.RU, меня зовут Борис, а еще я очень люблю переходить по ссылочкам в описании, чего и вам советую. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте общаться в комментариях. До новых встреч и не болейте! Субтитры сделал DimaTorzok